Это новости в форуме. С вами Анна Чижелита. Аж добрый день. На полигоне под Осиповичами прошел сбор руководящего состава вооруженных сил. Офицеры подвели итоги уходящего учебного года и наметили приоритеты дальнейшего строительства военного организма. Каждый раз внимание форума фокусируется на наиболее актуальных вопросах боевой подготовки. Сейчас акцент сделан на применение беспилотной авиации, малых тактических групп и оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. Страны Прибалтики продолжают сносить монументы бойцам Красной Армии. Так в Латвии в городе Лиепая начался демонтаж памятника советских бойцов. Он был установлен в 1960 году в честь воинов, которые защищали город летом 41-го от фашистов. В июне Семь Латвии принял законопроект, предусматривающий обязательный снос или перенос всех памятников, прославляющих советский режим. Только за 2022 год правительство демонтировало десятки монументов. На территории Беловежской пуще обнаружен населенный пункт, уничтоженный фашистами в августе 1941 года. Найдены сведения о месте нахождения деревни Барак, где проживали 11 человек. Поселение располагалось на территории Белянского лесничества недалеко от границы с Польшей. В лесном массиве обнаружены фрагменты кирпичей, характерные для построек довоенного времени плодовые деревья и куст сирени. На полигоне Белая Лужа прошел слет со студентами вузов, членами общественного объединения Патриотов Беларуси. Молодые люди на несколько дней погрузились в армейскую среду. Участники акции изучили тактику ведения общевойскового боя, попробовали свои силы в разведке, военно-инженерной, огневой и медицинской подготовке. В ходе комплексного занятия парни и девушки прошли и так называемую обкатку танками. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Андекс Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!